всем привет с вами саша и в этом видео расскажу про железо и может ли дефицит железа вызывать выпадение волос вообще мой канал про андрогенетическое выпадение часто и выпадение хоть она имеет андрогенетическую форму генетическую или гормональную то выпадение волос не всегда это только андрогенный фактор есть еще фактор дефицитов микроэлементов фактор стресса в вашем выпадении волос там и так далее необходимо работать не только с фактором основным там андрогеном генетическим там используя всевозможные средства антиандрогены но и видеть за вашими микроэлемент если про дефицит витамина d там отснято огромное количество видео у меня на канале других каналов там так далее также очень важным моментом является дефицит железа то есть железо это одно из самых дефицитных микроэлементов в организме людей чаще всего женщин чем мужчин например потому что у них чаще встречается железо-дефицитные там анемии и около железо-дефицитные состояния но у мужчин они тоже встречаются довольно таки часто что влияет на нашу продуктивность наши спортивные показатели там сложные гипоксии там и так далее в том числе это влияет на наших волос именно дефицит железа напрямую может влиять на качество количество наших волос и то насколько он будет проявляться если у вас нет андрогенетического компонента выпадение волос скажем она только связано с дефицитами железо-дефицитные аниме тот момент когда вы установите железо-дефицитные анемии там в течение трех-шести месяцев ваши волосы в том же самый место где они были так скажем дожили но особенно это критично в тех случаях когда у вас андрогенетическое выпадение потому что по сути вас два выпадения вступают типа в резонос вы не сможете просто вернуться на то состояние, которое было у вас до того, как у вас были жители с дефицитой. Так что те люди, у которых проблемы с выпадением волос, особенно с андрогенным генетическим компонентом, вам наиболее критично следить за уровнем вашего железа. Важный момент. Если вы хотите, чтобы я подобрал ваш стак бадов лично и подобрал для вас все возможные средства противопадения, обращайтесь ко мне на консультацию. У меня больше 100 консультаций по выпадению волос, по prevention hair loss therapy. У меня больше 100 консультаций по longevity, спорту там и так далее. Я думаю, что я отвечу на все интересующие вас вопросы, потому что добавки и диета это очень важный элемент в вашем стаке и для вашей жизни. Можете следить за вашим уровнем железа с помощью анализа на ферритин, но часто у вас могут быть нормальные показатели ферритина. Ферритин это белок, связанный с железом. У вас могут быть другие показатели, прочие показатели железа и так далее. Лучше всего хотя бы один раз сдать все показатели железа. То есть обязательно сдайте цинк и медь, потому что очень часто, например, дефициты железа связаны в профицитах цинка или меди, потому что что у железа, что у цинка, что у меди, у них у всех одинаковая валентность. По сути, они постоянно конкурируют друг с другом как за усвоение в вашем организме, так и, так сказать, скажем, внутри вашего организма за место вашим организмом. Лучше всего сдавать все возможные анализы. Кстати, у меня есть ссылка, моя личная, от канала Верни Волосы в Hello Dog. Там до 50% скидки на все возможные анализы. Также там есть специальная скидка 25% инвитро. Мне кажется, инвитро никому больше не дает такую огромную скидку. Там вы можете взять любые анализы на любые микроэлементы, в том числе на железо и ферритин. Как можно устранить дефицит железа? Дело в том, что если у вас есть дефицит железа, его надо абсолютно точно устранять. Но железо – это тот компонент, у которого не должен быть профицит. Железо очень плохо выводится из вашего организма, поэтому надо быть очень аккуратным и обязательно не переедать железо. Как вы можете устранить железодефицит? Есть всевозможные добавки типа железом, но проблема в том, что большинство добавок плохо усваивается, оно плохо усваивается с пищей и раздражает в ваш желудок. Есть очень хорошие БАДы, такие вот, например, Advanced Ferrum, да, железо сразу с цинком, с фолиевой сислотой, с витамином группы В. Конкретно это железо в очень хорошей форме, оно в биглицинад хилате. Также есть так называемые инфузии железа и там аптечные препараты железа, которые имеют наилучшую форму, которую не будут раздражать ваш кишечник и так далее. Но важно при терапии с железом, что это один из тех элементов, в которых нужно очень четко титровать свою дозировку и обязательно не перепивать. В случае с железом критично регулярно сдавать анализы на железо. Просто в случае инфузии или в случае таблеток вам легче будет подобрать там правильную дозировку. Кстати, у меня на Boosty есть специальная таблица, где перечислим все возможные анализы, которые нужны, чтобы соревновать ваш анамнез против выпадения волос, в том числе там анамнез, там дефицит железа и так далее. И там тесты на дефициты разных микроэлементов. Так что подписывайтесь на Boosty, там очень много всего интересного. Вы мне скажете, дружище, ну есть куча продуктов, в которых типа есть железо. Во-первых, железо в продуктах не всегда хорошо усваивается. Да, безусловно, ваша пища должна быть там богатая железом. Есть множество продуктов, которые богаты железом, где-то здесь я там выслеваю картину. Во-первых, в продуктах бывает недостаточно железа, и оно недостаточно в хорошей форме, чтобы оно у вас освоилось. И очень много мифов связанных с железом. Например, яблоки. Вы, наверное, слышали, ваши бабушки, дедушки там или мамы с папой рассказывали вам, что ешьте яблоки, там много железа. А оказывается, что в яблоках-то вообще очень мало железа. Вот это поворот! То яблоки это в основном сахар, клетчатка и вода. А вот это вот то, что окисление яблока при разрезании, это оказывается там просто белок, который окислился на воздухе. Вот. И никакое это не железо. И таких вот мифов очень много. Но опять же, в случае с железом критично важно держать оптимальный уровень железа, но при этом не перепивая его. В стаке с железом хорошо подойдет там медь и цинк, только их обязательно не стоит типа пить вместе, издавать анализы вместе, чтобы вы профицитом одного элемента не устраивали дефицит другого элемента. Это тоже очень важно, как в случае там с цинком, там с железом. А как с железом, там с цинком, так и с медью. Ну и в принципе с другими металлами, в том числе с литием и другими микроэлементами. Где я советую покупать железо? Ну, конечно, лучше всего, если вы купите железо в аптеке, потому что там меньшее количество будет подделок. Вы можете купить железо в Hair Health Shop, вы можете сделать инфузию там в проверенной клинике. И важно сказать, что лучше не стоит там употреблять там добавки железа, там с чаем или с кофе, потому что они у вас просто не будут усваиваться. Советую вам излишний раз приконструироваться в плане железа с андрециологом, с врачом и прочими специалистами. И особенно критично подходить к выбору железа, если у вас есть какие-то проблемы с кишечником там и так далее. Я думаю, что ваши волосы абсолютно точно скажут вам спасибо. И если чаще всего в поле выпадения волос, в поле пересадок волос, говорят, что биотин и цинк есть более важные добавки в вашем стаке против выпадения волос. И железо – это одна из этих добавок. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставьте комментарии. У меня есть Бусти, у меня есть телеграм-канал. До новых встреч!